Дмитрий Владимирович Здравствуйте, Дмитрий Владимирович Здравствуйте Получается, что вы по роду вашей деятельности связаны с бизнесом, с предпринимателями крайне тесно Но получается, ваш бизнес – это бизнес для бизнеса Вы рассказываете истории предпринимателей Вы у себя в сообщении написали, что стали невольным социологом Скажите, какие сейчас настроения в бизнесе? Ну да, мы много общаемся с разными предпринимателями Средними, с мелкими, с крупными В том числе с представителями компаний Таких прям очень крупных И с нами они говорят достаточно откровенно Потому что у нас есть запас общения достаточно большой Запас заверия друг к другу И нам они говорят, может быть, даже то, чего не скажут в публичном пространстве И настроения, честно говоря, такие Но если не панические, то, по крайней мере, очень Не панические, наверное, нельзя сказать Но очень печальные Причем печальные не только по той части, которая касается непосредственно бизнеса И то, что происходит с их бизнесом Но и некая такая деморализация, я бы сказал Связанная с тем, что все-таки в таких критических условиях От государства ожидали некоторого большего участия И психологически большего участия И морально, ну и, естественно, финансово Потому что многими просто текущая ситуация воспринимается Как некое такое предательство То есть государство выбрало достаточно жесткий сценарий В борьбе с коронавирусом Который, собственно, еще большой вопрос И до сих пор этот вопрос дискуссионный Насколько с этим вирусом надо бороться Такими жесткими мерами Но государство пошло по этому пути И при этом, ну как бы, никак Ну, вернее, нельзя сказать, что никак Но в крайне небольшой степени Взяла на себя ответственность за эти действия В плане вот их последствий для бизнеса То есть, ну, по сути, выбрала такую стратегию Каждый выживает как может Такую дервинистскую И, в общем, многими представителями бизнеса Это воспринимается как нагибность предательства Ну, насколько я понимаю Государство сейчас выбрало простую стратегию Уводите работников в отпуск месячный Оплачивайте им этот отпуск Но российский бизнес, вероятно, имеет Не такую большую подушку безопасности Что по этому поводу? Ну, так ли это? Правда, на ли моем представлении? Что по этому поводу говорят предприниматели? Они могут вообще содержать людей Без работы на простой месяц? Ну, в разных отраслях по-разному Но в абсолютном большинстве случаев Конечно, содержать людей в течение Там уже больше, чем месяца Да, как намечено Учитывая майские праздники То, в общем-то, и все полтора Разумеется, бизнес не в состоянии И более того, как бы В отличие, например, от западных стран Где кредитные ресурсы гораздо доступнее Да, и всегда были до кризиса И сейчас в том числе И цена денег гораздо более низкая По сравнению с ними Ситуация в нашем бизнесе гораздо хуже Потому что многие предприниматели Закредитованы Причем закредитованы не под 2% Как в Европе или в Америке А под 15-20, ну, в лучшем случае 10 И причем больше всего пострадали Как раз те, кто брали кредиты на развитие Брали, ну, вообще свою собственную прибыль Вкладывали в развитие А не в кубышки к себе на черный день То есть те, кто как бы верили вообще В новую повестку дня В то, что страна там взрывается Что надо расти И создавать рабочие места Там платить налоги и так далее Они как раз больше всего Сейчас и пострадали Вот, и это тоже существенно Деморализует Потому что, вот, чтобы В каком-то время выясняется Правильнее было бы занять Какую-то более консервативную Такую более Такую единоличную позицию Да, а не Они складываются в развитие Вот, потому что Большинство предпринимателей Ну, скажем так От среднего уровня Они вполне могли бы За эти годы Последние себе Создать Свою личную подушку безопасности Ну, там, если не до конца В своих дней То хотя бы там На время Чтобы переждать этот кризис Совершенно точно Но они этого не делали Они все вкладывали в развитие Ну, вот, теперь пострадали Вот, а так, конечно Ну, как может Например, там Сеть ресторанов Или Сеть непродуктового ритейла Полтора месяца Просто противоплатить людям зарплату И Не иметь вообще никакой Абсолютно выручки Да Ну Это фактически приговор То есть в этой ситуации Надо либо Да, пришел приговор Не только потому Что вот сейчас Там пережить надо Эти полтора месяца А еще и потому Что И после этих полутора месяцев Покупательская Покупательская способность Значительно упадет У большинства населения Да, люди же тоже Проживают свои запасы И сейчас уже Начинают покупать Только самые необходимые Вот А в будущем Тоже скорректируют свои Потребности Многие потеряют работу И просто нечем будет платить Соответственно Это же не просто Вот полтора месяца Переждали А потом опять По-старому Будет Как прежде Нет, как прежде Уже не будет И Поэтому Как бы люди То есть бизнес Когда даже Выйдет из этого Заточения Да, все равно Он Очень долгое время Будет еще В крайне тяжелых обстоятельствах Существовать И не все Не все Переживут эти обстоятельства Скажите Из тех Предпринимателей С которыми вы тесно общаетесь С которыми вы взаимодействуете Кто-то уже Сказал О том Что они будут Полностью банкротиться Или не смогут вернуться Конкретно этому бизнесу Придется все Начинать с нуля Ну Многие уже И банкротят Многие просто Там Сокращают Количество Точек Своей сети Да Многие Ну Пока они банкротятся Но по сути Уже С этим смирились Если просто Ну Есть еще Как бы Такое Тихое Банкротство Да То есть Просто там Кардинальное сокращение Своих Своего бизнеса Увольнения Людей По всяким Всякими способами Которые Может быть Там не отражаются На статистике То есть Люди Может остаются На какой-то Минимальной зарплате Но по сути Это там Увольнение Вот То есть Кто-то Изо всех сил Барахтается Как-то Лягушка В Придче Вот Ну Продуктовый ритейл Сейчас Всячески Старается Идти по По линии доставки Да Там Сейчас вот уже Даже Пишут Что Желтые и зеленые Человечки На улицах городов Там Похожи На какие-то Компационные войска Потому что Кроме них Мало кто Ходит По улицам Вот И Кто-то Просто Уходит Некий анабиоз Ну По сути Либо Переходит На внештатный режим Людей отправляет Делать Этих Нештатников Да И Просто там По Каким-то договорам Конкретных заказов Что-то Люди То есть Уходят В общем Те или иные Способы Такого Спячки Такой Вот И Кто вернется Из этой спячки Кто нет Посмотрим Но Многие не вернутся Или будет Еще череда Банкротства Уже там В мае В июне Уже после того Как карантин Верут Но все равно Останутся Очень тяжелые условия А Предприниматели С которыми Общались Они Что Они бы хотели Увидеть Вот В этот месяц От государства Помимо запретов То есть Какая нужна Была бы им Поддержка Чтобы Остаться на плаву Сохранить позиции Ну Они Собственно Сейчас Почти Все уже Отрасли С тем или иным Криком отчаяния Уже выступили Публичным С обращением Президента Перечисляют Эти меры Которые Нужны Да Ну это Соответственно Либо Какой-то Ну либо Просто субсидии Либо льготное кредитование На выплату Заплат Хотя бы частично А лучше полностью Там где Просто вообще Люди не могут работать Это Не просто налоговые Каникулы Которые потом Все равно Надо будет Налоги заплатить А просто Какое-то Списание Налогов Или каких-то Платежей То есть Ну некое Так или иначе Это все сводится К месседжу Что все-таки Государство Давай вместе Делить ответственность За твое собственное решение Вот И Ну как бы За все решения Надо платить За это в том числе Либо Ну то в любом случае Придется платить Просто Либо Придется платить Сейчас в виде денег Либо придется Потом платить В результате Ну в виде Огромнейших проблем Социальных Когда Безработица Скакнет До Огромных Значений Вот Это Там Это Например Даже Помогло бы Даже Хотя бы То чтобы Как Германии Населению Раздали бы Какие-то деньги Не те Которые сейчас Избрачные И так далее А какие-то Существенные суммы Чтобы поддержать Платежеспособный Спрос Понятно Что там В Европе Люди Деньги Выдают Не только Из коммунистических Соображений А в том числе Из экономических Потому что Чтобы экономика Продолжала работать Нужно поддерживать Платежеспособный Спрос Вот Ну и кроме того Есть даже Чисто психологическая Такая Потребность Ну то есть Если бы Даже вот Если посмотреть Встречу Путина С предпринимателями Которые Были Где-то Неделю назад Не чувствуется Какой-то Эмпатии У президента Проблема бизнеса То есть Вот так иначе Даже чисто Мимический В каких-то там Между строк Все равно Звучит Типа Что вот Вы как-нибудь Сами прокормитесь Вот Идите И решайте Свои проблемы А мы тут Свои проблемы Будем решать Вот И вот Это даже Психологическое Это отсутствие Такой психологической Поддержки Но вот Оно Не вдохновляет Предпринимательское Сообщество На дальнейшие подвиги Причем Как повторю Что это Касается И не только Таких вот Малого среднего бизнеса Это касается Уже и огромных компаний И в нефтяном секторе В том числе Ну я тут Конечно Нефтянки не разу Загнулся Но тем не менее Там тоже Очень серьезные проблемы Там очень сильно Режут косты Там все Кроме того Что работает Непосредственно На производственной Мощности Все сейчас Сокращают И так далее В смысле Траты Людей пока В компаниях Не трогают Но Все что связано С развитием Все заморожено То есть Это проблема Не только Какой-то Нижней прослойки Предпринимательской Это проблема Уже всего Бизнеса Ну кроме Каких-то Отдельных Отраслей Которые В силу Просто обстоятельств На этом кризисе Даже немного Выигрывают Но таких Отраслей Совсем Не много Ну и Последний вопрос Как раз Про Вашу Отрасль Если вас Конечно Если лабораторию Однажды Можно отнести К отрасли Рекламы Так Если Широко Смотреть На рекламу Вы сейчас Свои компании Фиксируете Или Предполагаете Что зафиксируете Снижение Спроса На Вот такой Стори Менеджмент Ну Да Наша сфера Это даже Не то ли Не просто Реклама Это Однако Еще больше Наверное Зоне риска Потому что Ну все-таки Реклама Маркетинг Это то Что связано С непосредственной Необходимостью То есть Подвигать свои товары И так далее И тут тоже Конечно Много чего режут Но все-таки Это Ну некая Потребность Текущего дня Вот У нас все-таки Такие проекты Больше Скорее Экзистенциальные Для многих Предпринимателей Такие вот Скорее Про Вечном И так далее Вот И Разумеется Нас тоже Лихорадит Потому что Многие Эти Траты Замораживают Есть правда И другая Интересная Тенденция Что есть Там Ряд предпринимателей Которые наоборот Ну которым Относительно Неплохо В этой ситуации И которые Наоборот Имея Много Видимо Сейчас времени Свободного Для размышления Вдруг там Сознают Что Хотели бы Как-то Задуматься То Что От них Останется Значит Когда Они выйдут Из бизнеса Да То есть Что Для них Вдруг Осознается Ценность Их собственной Как Как Не просто Некого Там Морального Удовольствия А вот Действительно Актива Которые В общем-то Пожалуй Единственное Что От них Останется После Смерти И так далее Вот И Некий Такой Ручеек Вот Таких Клиентов Наблюдаем Но В целом Конечно Мы от этого Кризиса Абсолютно Не выигрываем Скорее наоборот Мы просто Более такие Ликвидные То есть У нас Нет Там Заводов Которые Надо Содержать Там Огромное Количество Людей Которые Надо Кормить У нас Такая Гибкая Модель Там Есть Штатники И Штатники Поэтому Мы Так Или Иначе Выживем С Потерями Разумеется Но Конечно Мы Вовсе Не из Тех Кто Велятся Бенефициарами Такого Кризиса Спасибо Вам Владимир Спасибо Спасибо